Ловить рыбу на сломе погоды дело неблагодарное, но для закаленного профессионала чем сложнее, тем интереснее. Нынешний турнир не побил рекорда по массовости, но зато выявил самых преданных рыбалке-одинцовцев. В первую очередь хочу от имени администрации района, от имени администрации города поздравить вас с сегодняшним государством. Хочется пожелать, чтобы каждый из вас сегодня выдал хотя бы один хвостик или хвост, потому что рыба, в принципе, очень такая, кто видел, хорошая, по размерам, приятно ее вытаскивать. Дан сигнал к началу лова, и рыбаки рассыпаются по облюбованным заранее секторам. Правила разрешают каждому участнику ловить только на одну поплавочную удочку. Для определения победителя учитывается вес добычи, а если он совпадает, то и количество пойманных хвостов. Всего накануне праздника в водоеме города было запущено более тонны рыбы. 600 килограмм пришлось на долю баранки. Карпа нужного размера для зарыбления искать было сложно. Тот навесок рыбы, который просят рыбаки, там 500-800 грамм, его было не так просто найти не только в области, но и в ближайших регионах России. В основном продают крупную рыбу, более трех килограмм. Но нам удалось это сделать. Мы ее привезли, мы ее завезли на радость нашим любителям рыбалки, нашим жителям. Как известно, рыба хорошо клюет в двух случаях – вчера и завтра. А еще лучше на другом берегу. Одним словом, в день чемпионата клева не было. Активнее всего наживкой интересовались окрестные голуби. Виной всему то, что профессионалы называют перелом погоды. Впрочем, злые языки утверждают, что почти всего карпа успели поймать еще до соревнований. На самом деле рыба была, просто, как говорится, ловить надо уметь. Вот, например, рецепт профессионала. Ловил я сегодня на фидерную удочку, которая называется, кстати, тоже волжанка. 70-й тест оптима. Вот, оснастка у меня была инлайн. Вот, кормушечка и скользящий поводочек. Значит, поймал я карпа, я так понимаю, что призового, на кукурузу. Вот, и использовал дипы, чеснок. Вот, до этого было несколько проб там фруктовых, но он что-то не откликнулся. И вот сработал чеснок. Оказывается, не только люди любят острую пищу. Творческий подход действительно помог Сергею занять заслуженное первое место. У женщин лидировала уже побеждавшая на прошлых чемпионатах опытная Наталья Коробова. Ну, надеюсь. Да, обязательно прийдем. Посмотрим. Спасибо. Спасибо большое. Всем было здорово. Также призы от мэра города Александра Гусева получили самые юные и самые возрастные рыбаки и лучшая рыбацкая семья. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.